Книга «Открытым оком. Первый том. Вопрос 245. Политика. 27 декабря 1995 года было 16 лет ввода советских войск в Афганистан. По радио объявили, что по всей России прошли панихиды в православных храмах. Какое отношение имеют воины-афганцы к христианской церкви? Почему их поминают в православных церквах? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Только потому, что церковь стала служанкой мира, объединилась с миром и живет по стихиям мира, а не по Христу. Колоссянам 2.8. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением. По преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Это их поминание, пускание дыма в глаза, дает оправдание, освящение человеконенавистнической, захватнической, позорно проигранной войне. Правители, затеявшие эту безумную авантюру, Брежнев, Устинов, Черненко, быть может, давно уже горят в аду, а страдания, причиненные войной, убитые, покалеченные, плененные, развращенные, спившиеся, ставшие наркоманами и наемными убийцами, продолжают пополнять черный список жертв коммунистов. И Сталинско-Бериевская Советская Церковь, их верная прислужница, продолжает и сегодня показывать себя верной существующему антинародному, убийственному для нации режиму лжедемократов, то есть перекрасившихся коммунистов. От этого поминовения кому польза? В самих песнопениях и возгласах безумная ложь. Желают Царства Небесного тем, которые при жизни его не желали. Умерли без покаяния, как обычно, с богохульцами и матерками на устах. Наемные попы-артисты сделают все, чтобы было бы только оплачено. Воистину вспомнишь жену, сидящую на звере. Откровение 17.3. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. Субтитры создавал DimaTorzok